Добрый день дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 17 июля. Очередные сутки изнуряющей жары, которая накрыла курорты. Жару из пустыни Сахара до 50 градусов принес африканский антициклон. Предупреждали о нем еще неделю назад. В первую очередь сообщение разослали фермерам, чтобы они подготовились к защите урожая и скота. Местные жители к такой погоде готовы. Все офисы, заведения, машины, автобусы и даже некоторые остановки оборудованы кондиционерами. В эти дни побит рекорд по потреблению электроэнергии из-за повсеместного использования охлаждающих приборов. Наблюдаются частые перебои с электричеством. Городские сети с трудом выдерживают нагрузки. Но спасают генераторы, которые установлены во многих современных жилых комплексах, объектах общепита, здравоохранения, государственных учреждениях и прочей инфраструктуры. Намного больше стали потреблять и воду. С ее подачей также возникли некоторые проблемы. Владельцы торговых точек отмечают значительное увеличение спроса на ее покупку и доставку. В разгар дня, когда самое пекло, турки практически не выходят на улицу. Только по срочным делам и передвигаются в тени пальм и деревьев. О море в такую жару даже не помышляют. Прогулки и магазины откладывают на вечер. А вот с туристами сложнее. Большинство сразу же после завтрака отправляются на пляж. В ближайшую неделю это может быть очень опасно. В некоторых отелях на ресепшенах появились памятки о поведении в жару. Детям, пожилым людям и сердечникам советуют воздержаться от прогулок с 10 утра до заката солнца. Прислушиваться к организму. Усталость, головокружение, судороги, повышенное потоотделение и бледная кожа – признаки теплового истощения. Сыпь на коже, красные пятна на лице и теле – симптомы солнечной аллергии. Орвота и обморок – это уже тепловой удар, до которого, конечно же, себя доводить не стоит. Медики призывают отдыхающих ограничить употребление алкоголя, выходить на улицу строго в головном уборе, а имеющим проблемы с сердцем и сосудами, пока лучше вообще оставаться в хорошо охлаждаемых помещениях. Кстати, во внутриведомственном циркуляре курортные медики отчитались о росте проблем с сердцем и давлением среди туристов, именно из-за жары. На ее фоне вода в море не становится теплее. Говорят, что появились какие-то прохладные течения. Средняя температура в эти дни в районе 26 градусов. Резкая смена температурного режима тела, когда, перегревшись под солнцем, люди спешат охладиться в море, нежелательно для организма. Более приемлемым является бассейн, так как вода там теплее. Но, к сожалению, мало кто пользуется этими рекомендациями. Слишком дорого заплачено за короткий отдых, чтобы проводить его в номере. С одной стороны, это аргумент, а с другой, здоровье дороже денег. Сейчас многие туристы возмущаются, почему их не предупредили о погодной аномалии. Ну да, действительно, долгосрочный прогноз показывал среднюю температуру 36-38 градусов. Естественно, что турагентам никто специально не докладывал об антициклоне. Даже сейчас, если посмотреть, то ни один ресурс не показывает больше 40 градусов, хотя фактически плюс 45 и ощущается как плюс 50. И вообще, мне кажется, что вряд ли кто-то бы отказался от запланированной поездки из-за высокой температуры воздуха. Египет и Эмираты полны туристами, а там плюс 50 не аномалия, а норма. Просто нужно это понимать и знать, как себя вести при такой погоде. По одним прогнозам, жара пойдет на спад к концу этой недели, по другим продержится до конца месяца. Самая высокая температура будет в субботу и воскресенье 22 и 23 июля плюс 41. Основываясь на практике, если прогноз показывает 41 градус, то смело можно добавлять еще 5 и даже 10. Именно на такие значения в этом месяце температура выше средних показателей прошлых лет. И именно так происходит на этой неделе. Как я уже сказала, по прогнозу плюс 38-39, а на электронных табло и прочих градусниках намного выше. Сейчас их изображениями пестрят все социальные сети. Люди фотографируют аномально высокие цифры со знаком плюс и все это выкладывают на своих страницах. Вообще этот июль близок к тому, чтобы побить исторический рекорд. Самой высокой официально зафиксированной температурой в Турции была отметка плюс 49 в районе Джезре 27 августа 1961 года. Спустя 60 лет, 20 июля 2021 года, все там же в Джезре, Главное управление метеорологии Турции официально подтвердило новый максимум, который составил плюс 49,01 градуса. Но вот эта одна сотая уже и есть рекорд. А в грядущие выходные, по мнению многих специалистов, эти цифры могут обновиться. Расходясь во мнениях по поводу температуры, синоптики едины хотя бы в том, что осадков и даже пасмурных дней в июле не ожидается. Именно с жарой многие связывают пожары, которые вспыхивают в эти дни. По данным властей, только в минувшее воскресенье в стране было зафиксировано 19 лесных пожаров. 16 из них потушены, но один самый сильный бушует до сих пор. В уезде Белен, который находится в эпицентре пожара, эвакуированы местные жители. На борьбу с огнем брошены 30 единиц авиатехники, 9 самолетов и 21 вертолет, а также свыше 60 наземных средств и около 500 пожарных. Информация о пожаре в провинции Хатай поступила в департамент по чрезвычайным ситуациям во второй половине дня в воскресенье. Для его тушения в регион сразу же были привлечены силы и средства из соседних провинций. Ночью работа велась ограниченными средствами, а сегодня с рассветом авиационная группировка в полном составе возобновила тушение огня, который охватил более 200 гектаров леса. По данным местных властей, жертв нет. Ожидается, что очаги возгорания будут локализованы в течение сегодняшнего дня. Министр юстиции Турции Илмас Тунч сообщил, что причиной пожара, по предварительной версии, стала не жаркая погода, а человеческий фактор. Полиция проводит расследование. Задержаны два человека, которые могут быть причастны к возникновению пожара. Так что, находясь на отдыхе в эти дни, будьте более внимательны к состоянию своего организма. Следите за детьми. До свидания, до следующего видео и всем приятного отдыха, даже если он проходит при такой погоде. Ну, честно говоря, многие за солнцем и вот именно за высокими температурами и едут летом на море. Всего хорошего, до свидания!